Сегодня приготовим творожный торт с клубникой без выпечки. Торт получается очень легким, вкусным и красивым. Такой торт можно приготовить на праздничный стол, а так как он легко готовится, можно сделать его и для домашнего чаепития. Сперва замочим желатин. 30 грамм желатина высыпаем в железную мисочку и сюда же наливаем 100 миллилитров воды. Желатин с водой хорошо перемешиваем и оставляем набухать примерно на 15-20 минут. Делаем творожный крем. Я измельчаю творожную смесь два подхода, так как за один раз все не помещается. Всего понадобится 500 грамм творога, 350 миллилитров сметаны, 350 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все измельчаем до однородности. Творожную смесь перекладываем в отдельную миску. Приблизительно 300 грамм клубники нарезаем пластинками. Подготавливаем форму, в которой будем складывать торт. Я взяла кулинарное кольцо и выставила размер 18 сантиметров. В качестве дна я использую пищевую пленку. Чтобы пленка хорошо приклеилась к кольцу, я его немного смачиваю водой. Кольцо ставим на ровную поверхность. Набухший желатин растапливаем, постоянно перемешивая на маленьком огне. Доводим примерно до 70 градусов. Растопленный желатин вливаем в творожную смесь и перемешиваем. Творожная смесь должна быть комнатной температуры. Складываем торт слоями. Сначала на дно наливаем немного творожного крема. На него кладем слой песочного печенья. Всего понадобится примерно 200 грамм печенья. Заливаем его небольшим слоем крема и выкладываем половину порезанной клубники. Снова заливаем кремом и опять повторяем. Печенье, крем, клубника, крем, печенье и крем. Собранный торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на 4 часа. Застывший торт вынимаем из формы. Для этого ножом проводим по краю формы, отделяя торт. Торт переставляем на блюдо. По бокам торт украшаем вафельными трубочками. Трубочки обрезаем так, чтобы они были немного выше торта. Для торта диаметром 18 сантиметров мне понадобилось 600 грамм вафельных трубочек. Трубочки приклеиваем по бокам торта. Для того, чтобы трубочки случайно не упали и для красоты, торт перевязываем красной атласной ленточкой. Сверху торт украшаем помытой клубникой. На украшение торта ушло 700 грамм клубники. Хвостики у клубники я не обрезала для красоты, вы можете сделать на свое усмотрение. Творожный торт с клубникой получился очень нежным и с приятным сливочно-ягодным вкусом. Такой десерт, без сомнения, станет вашим самым любимым в сезон клубники. Если вам понравился такой легкий рецепт торта с клубникой, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал Готовим Дома, а также подписывайтесь на мою страничку в инстаграм. Ссылка в описании под видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!